Такой 15 минут к фильму о том, как разделили вал. Но это отдельно вы будете смотреть. Пока одни смотрят, тогда другие пойдем экмографировать. Вот это наша книга. Вот получился... Что ты делаешь, да? И здесь наши мальчики все учились. Вот такой у вас, наверное, есть. Да, такой есть. И они были наши дирижеры. И здесь много фактов. Но нас с кем-то ничего. И здесь фотографии, как вы писали. Это вот вот я. Ага. Где же она? Это шеяка делает? Наверное, на машине. А, по одному. Тогда мы можем начинать делать, если вы знали, как долго они будут. Вы можете, может быть, делать... Мы можем наоборот с фильмом начинать. Я понял. Это Кристина Цинза. Это младшая сестра директора знамената Янса Цинза. Я получила хорошее образование. Работала дома учителем. И во многих школах в Царской губернии, Витамской губернии Царской России. И одно время я здесь работала у брата в семинарии. И помогала семинаристам по учебе по музыке, по пианино. И преподавала некоторое время русский язык. Но сейчас я так думаю надо дать слово эстонскому хору. Витамской губернии Царской губернии Царской губернии. Витамской губернии Царской губернии Царской губернии. Витамской губернии Царской губернии Царской губернии Царской губернии. Витамской губернии Царской 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 г Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но об этом думали священники Субтитры создавал DimaTorzok 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 И здесь, конечно, приезжали Латыши и Сундук Поднялся вопрос языка обучения И пока дворяне и священники решали Янец начал обучение на немецком языке Во-первых, потому что он сам получил образование в Германии Ученники оттуда привез и вообще такой, ну, методики, лексики, педагогики, ни у Латышей, ни у эстонцев не было, потому что до сих пор не подготавливались педагоги ни в Латвии, ни в Эстонии. И поскольку денег тоже не давали на так много учителей, потому что Ян Эстинзе сам оплачивал учителям, который помогал ему в работе и своей зарплаты. Потом еще он приглашал из города для обучения, например, латышского и эстонского языка, также и других предметов по курсу приходской школы из городских школ, которые тоже он оплачивал. И тогда, если все это надо было на двух языках, на латышской и эстонце, это надо было, как вы сами понимаете, больше, и тогда надо было и дворянству раскошелиться. Но они этого не хотели, и в принципе они тоже, ну, очень долгое время, я так тоже не знаю толкости истории, как это показывает истории педагогики в Эстонии, но у нас очень долгое время, и сейчас есть некоторые, хотя начинают понимать, что видят в этом как бы германизацию народа, если так поверхностно смотреть. Но то, что некоторые там учителя из латышей стали, есть такой термин как латышей, но стали как бы немцами, свои фамилии под немецкие латыши сделали, я не знаю, как это у эстонцев, но это было личное дело их самих, это не способствовало семинарии, наоборот, семинарии их способствовали, как и народные интересы, потому что немецкий язык дал образование, возможность образоваться, многие эстонцы, многие латыши учились в Тарту, в университете, в других, и получали хорошее образование, и по другим специальностям, хотя надо сказать, что Иоанн Стим за это не одобрял. Он считал, как сам, он был обучен быть руководителем семинария именно для этого семинария, и он здесь остался, хотя неоднократно его приглашали на доходные места, другие, там Петербург и другие, он, несмотря на разные разногласия со своими начальниками, и, опять же, с тем слоем латышей, новых латышей, которые возрождались и поняли свои латышские корни, вот это, ему было очень трудно быть между этими двумя, но он здесь остался, и он так же не одобрял, что человек, который был здесь обучен, стать учителем, помощником священника и органистом, что он стал, даже если и священником обучался, или там на какого-то инженера, или есть случаи, что есть фотограф из этих учеников, есть другие чиновники, он это не одобрял, потому что он тогда сказал, что он зря занимал что-то другое место, которое мог бы здесь находиться, учиться и стать хорошим учителем, и, ну, как бы, зря потерянное место и время, и, ну, он был таким, и, ну, я здесь больше, потому что помещение маленькое, поэтому основную информацию я расскажу здесь, когда все вместе, потом пойдемте по другим помещениям, и, да, такой был Иоанн Стримса, и он всю жизнь, до своей смерти, 1881 годом работал здесь, и семинары закрыли в 1890 году, и после него еще два директора, но тогда семинар уже был не таким популярным, потому что, ну, из-за него сюда приезжали учиться, сначала отцы, потом их сыновья, сначала учителя советовали потом своим ученикам, старшим братьям, младшим братьям, и это, ну, было очень популярным местом, и тогда и стать быть учителем тоже считалось, ну, это была престижная профессия, и, к тому же, это был доход стабильный, потом еще не надо было идти в солдаты, и, ну, надо было отработать обязательно 6 лет учительным, который практически, ну, все ученики и сделали, хотя там некоторые потом стали чем-то другим, или каким-то чиновникам, потому что это хорошее образование. Очень, очень многие, я смотрю, работали на железной дороге чиновниками по всей Иришко-Петербургской залезнодорожной линии. И потом, этот, о учениках поговорим потом, про это здание. Это здание построено в 1753 году, и здесь планировалось помещение для того, чтобы здесь ученики и жили, и учились, проводили свой каждый день. И поэтому были запланированы разные помещения. Здесь, на первом этаже, на той стороне, это был корпус на первом этаже, где была расположена наша семья, семья директора. Здесь были, ну, такие вспомогательные помещения, хозяйские. Именно это помещение было в столовой, где надо было всем собраться на завтрак, на обед, и обязательно на ужин всем надо было возвращаться. Если кому-то и было разрешено сходить в город, надо было к ужину всем возвращаться. Сам мой брат пришел, проверил, все ли на месте, и начали кушать. Именно здесь, на втором этаже, были помещения класса. Один большой зал, ау, где собирали все на утренние богослужения, на какие-то жества, на концерты некоторые. И маленькие классы тоже, где каждый класс обучался. И на втором этаже, на квартире директора, были спальни учеников, где, ну, все спали. Курс семинария был такой, что здесь принимали молодых людей, парней. Ни одна девушка здесь не училась, потому что в то время в детских школах, в волостных, приходских школах работали только мужчины, такая традиция была. И здесь принимались только молодые люди, парни с возраста 16 лет, моложе не принимались. Некоторые, которые приезжали, плачущими возвращались обратно домой, что их не приняли. Такие случаи тоже были. Но Стензек этому придерживался, что не младше 16 лет. И тогда кто-то поступил в большем возрасте, и тогда здесь одновременно были, ну, с 16 лет, ну, где-то до 24 или 5 лет в таком возрасте молодые люди. Сначала курс был одноклассный, трехлетний. То есть поступили молодые люди, проучились 3 года, потом принимали новый курс. Потом с 1871 года было трехклассный, трехлетний, когда каждый год принимали. И уже в конце было четырехлетний, четырехкурсный, когда уже учились 4 года. И тогда первое время, когда был вот один класс учился, в одном курсе было до 309, 36, 33 ученика. Когда каждый год трехлетний было, тогда где-то около в одном классе курсе было где-то около 20. В каком-то 18, в каком-то 27. И тогда если мы также, ну, возьмем среднее, 3 на 20, что 60 молодых людей находятся в этом здании. Каждый день здесь есть Тимз и его учитель, которые ему помогают. То есть два. Молодые люди молодые во все времена. Просто чувство, может быть, ответственности было другое, что больше в наше время, чем теперь. Но все равно, молодые люди молодые всегда. И тогда, чтобы держать их в каком-то порядке, Тимз и сделал здесь очень строгий режим дня, по часам, по минутам, которые надо было соблюдать. И этот план есть в классе помещения. Вставали они в полшестого. И как, которые там немножко менялось, в среднем полшестого. И там были все отговаривали, когда утренний туалет, завтрак. И утром обучались два часа, урок был и после обеда было. В летний сезон работали на огороде. Каждому ученику надо было неделю, два часа отработать на огороде. И тогда, если не соблюдали, и, конечно, так случалось, что не соблюдался порядок дня, что опоздали на ужин, тогда последовал карцер. Пойдемте следующее. Спасибо. Пойдемте следую. Пойдемте следующее. И это было не соблюдение режима дня. Здесь видите, как листается сборник «Дез народа», краса песни «Лауну». Это было как все посонки. Библия латышких хоровых песен, где помещены как латышкие народные песни, обработки народных песен, так и других народов. Первый сборник издан в 1872 году. Это была основа первого латышкого песенного праздника. И здесь это именно издание имени Старица. И в общей области издано 8 частей. И это считается уникальным экспонатом этого музея. Пойдемте дальше. Видны все возле первого издания «Лауну». Вот это краса песни. Мы в семье были, у нас было много детей, 8 детей. Янис был старшим, еще средний продавец был популярен. Он тоже делал обработки народных песен. И может, был чуть талантливее, чем Янис, но жизнь его оборвалась раньше, в 1872 году до первых всеобщих праздников песни. Но его песни, обработки его песен тоже исполнялись в латышких песенных праздниках. Наша семья была очень дружной. Янис всегда думал о нас, о других. И когда его жена супруга умерла, и он остался с тремя девочками, тогда мы все, его сестры, помогали поочередно воспитывать ему их, и за хозяйством следить, потому что он вторую семью не создал. И мы все учились в Рауна, это процессис, в приходской школе, где учил Янис Гайкис, который получил образование тоже в Тарту. И он был очень хороший немецкий язык, стал всем ученикам. И это его образование дало возможность нашему брату Янису стать тем, тем он стал. И именно Янис Гайкис был тот, кто посоветовал родителям отдать Яниса на учителя, потому что в то время старшие сыновья всегда оставались дома и были хозяевами. Но наш отец понял, что если учитель так сказал, что, наверное, не хряк. Здесь он видел нескольких фотографиях. Пойдем на следующее помещение учеников. Я делаю удаление на полный курс, потому что еще была такая возможность, что можно было подготовиться самостоятельно, приехать в семинары, сдать экзамен, и тоже получить аттестат окончания, если вы видите копию нашего поэта Аусриклс. И в таком случае мы поговорим, что 511 учеников получили образование этого семинара. Как я говорила, здесь случились латыши, эстонцы, и очень многие были деятелями культуры, музыки, общественности. И многие пошли в разные стороны. И так, если так посмотреть на народности, то латыши большую часть как бы... Они среди них есть священники, кюстера, по музыке работали, дирижеры. Но как бы больше пошли в литературную деятельность. Много поэтов, писателей, редакторов газет, журналистов. Эстонцы пошли больше как бы в часть музыки. Среди них много и кюстерей очень. И больше именно деятели, основатели профессионального хорового и искусства Эстонии. Я назову латышей, это Адам Стайраутс. Он работал в школе, в приходской школе Эрг, или там его учеником был позже поэт Аосеклес. И вот это тот случай, когда он посоветовал своему ученику Аосеклесу здесь учиться. И к тому же брат Аосеклеса тоже здесь раньше учился. И он тоже советовал Аосеклесу здесь идти учиться. Здесь учился Яков Свайзнити, наш писатель. И в то время, когда он здесь, он работал, Цимзи оставил некоторое время в себе здесь, у него, его здесь, чтобы он поработал, помогал ему, пока нашел хорошее место. И тогда Свайзнити уже начинает писать, и он переводил народные немецкие сказки на латышский язык. И Цимзи помогал ему в грамматике латышским языком. И в то время здесь учился эстонец Карл Роберт Якобсон. И именно из эстонских литературных историков я слышала, что Якобсон в своей деятельности письменной действовал похоже, как Якобс Свайзнити, и значит, ну такое тоже здесь влияние друг от друга. Не только песенный праздник, который у эстонцев раньше, 1869-й, мы в 1873-м году, у нас первым всеобщим, первым дирижером первых трех всеобщих праздников песни Игорь Тисси Илла, он работал после стеминария здесь, в Валке, в эстонском приходе, где теперь Валка, и он организовал первый праздник песни Валки в 1868-м году, но его здоровье было таким, что ему посоветовали работать на селе, и он со своей супругой, который по национальности эстонская поехал в Тарту, по местие ради, и он там нахлепиши ради и пахаронин. Ну, эстонцы, Александр Куни-Лейт, Кридрив Себелман, Александр Томсон, Антони Юргенштейн, и он уже офиминал, Латиши, это аусеклист, Яна Сэрмокслis, который стал профессиональным органистом, который работал в Лепаре. Многие, как сказали, писатели, Апсишу Яковс, Аугуст Скажувокс, Юрис Нейкенс, который был священником, тоже писал, и он организовал вообще первые, маленькие праздные песни в 1864 году. Как латиши, так и эстонцы, также писали первые книги для школ, учебники, потому что, если не было обученных учителей, значит, не было и учебников, они не только создали Десмру, чтобы был репертуар для коров, но и для школ книги. Хан Цена в Эстонии, в Латвии очень многие тоже, Юрис Галнич, Адам Сенте и другие. И очень быстро, очень так коротко, я пыталась вам рассказать основное об этом семинарии и о том, как здесь работал мой брат. Вообще каждый день здесь работаю, и моё имя логика. Есть вопросы, что я не сказала, не упомянула. А как какие-то в Органной, как-то, например, этот Органной приобретет? Здесь есть такое, что в семинарии было два Органа, но когда его закрыли, тогда, ну как здесь было общие деньги, как в Атыши, так и в Эстонии, тогда всё имущество, которое было общим, разъединили на половину, одну половину эстонцев, другую в Атыша. Но оба эти Органа, которые здесь был, один в Руопожи, другой, я сейчас не скажу, куда в Эстонию, они, ну, Руопожи мы точно знаем, что там он был в церкви, и там его больше нет, и, по-моему, в Эстонии тоже его нет. И тогда мы хотели, ну, Орган того времени, и этот Орган, он строен в 1895 году, Янис Блумс, Петер, и в Атыши знают, есть Петер из Блумс, архитектор, это его дедушки, ну, он строил этот Орган, и они играют, ну, просто они, как, в принципе, не концертные инструменты, и, ну, у них весна на лето, на зиму, когда меняется тоже проблема, и мы, ну, на них играть можно, попробовать, но они не концертные, ну, как бы, потому что, ну, главное их, роль это быть, показать, как выглядит Орган, и она это того времени, но они здесь не семинары, вообще было интересно, в Амире, период, первые 14 лет, вообще Органа не было, в семинарии, а надо органистов было обучать, и тогда они ходили, ученики в церковь, в другие места, где был Орган, и вообще-то они тоже практиковались, и во время, когда был в семинарии Орган, ходили в Лукек, или в Лукарже, и теперь Валхем, Святого Яна церковь, и они там практиковались, по субботам и воскресеньям на богослужениях, но на семинарии Валхем были два органа, и в гармонии, тоже того времени, но ни один из инструментов, ни в семинарии, кроме, есть информация, что этот первый инструмент, рояль, это Яна Са Цимзе, это в свое время фабрику музыкальных инструментов в Лиге, он был отдан, как инструмент Яна Са Цимзе. Те, которые знают, специалисты, говорят, что там есть некоторых деталей нет оригинальных, и поскольку это вообще-то, ну, он исторический, и, наверное, мы его не будем историровать как концертный, чтобы играть, потому что его миссия другая, он здесь как исторический, как инструмент Яна Са Цимзе. Но что с ним происходило, видно по корпусу, что его участь в свое время была вот такая разная. Я. Ну, оригинальных предметов Яна Са Цимзе не сохранилось, потому что здесь до войны был тоже музей Айсерков, и в 44-м году, когда пришла Советская Армия, тогда у них была после войны с Германией информация, что здесь был семинарий немцев, потому что, ну, так варкл и называли, немец, потому что обучение было на немецком языке, так и назывались немецкий семинарь, и это был музей Айсерков, это как в Оскайцеле на Эстонии, и тогда, ну, это вообще все, что здесь было, было сожжено, и если читаем газеты того времени, довоенного, тогда здесь были очень уникальные вещи из рыцарства, из, ну, всякие, действительно, которые должны были попасть в архивы, были здесь, и тоже личные вещи Яны Са Цимзе, и вот, например, там упоминалась фотография семьи Яны Са Цимзе, но до сих пор уже не найдена ни одна. Те, которые фото есть, это из, например, музей литературы в Риге, где многие ученики, которые стали поэтами, их личные фонды, и там есть подаренная этому ученику фото Цимзе, потому что Цимзе, вообще из своего времени очень много его фотографировали, он один из наиболее фотографированных деятелей латышской культурной среды того времени, там из Крещан, с Валдемар, с Баронс и другие, потому что в Валке был фотограф. И на не все курсы, потому что это было дорогое, удовольствие фотографироваться, но некоторые фотографировались, были совместные фото, и также Цимзе надо было фотографироваться на свой юбилей, на праздник пресса, так что некоторые, ну, есть и в свое время мы думали, что мало фокретов, но в принципе на его двухсотилетии коллега из ЦС так посмотрел, исследовали его фотоиск, и сделал заключение, что, в принципе, он в свое время, но в том, что я тоже смотрю, да, хорошо, да, да, так что, да, мы и эс, Лилепенра, кескал, Роосипенрал у нас есть кирку кел, и здесь есть годы 1924, и это кел, который живет здесь, И вот здесь, джимсе семинари, хоу-не. Смотри, что ты делаешь? Да, я делаю. Вот. Да, вот. Давай, давай. Открыть ритта. Открыть сюда, и сокрыть сюда. Можете выиграть? Поехали. Поехали. Да, Райна. Поехали. Да, воню. А, я говорю, что это не садится. Ну, что это будет? Да, это будет. Поехали. Да, это будет очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok 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 DimaTorzok